Добрый вечер. Время новостей. В студии Анна Маскаленко. И вот главные темы к этому часу. Трава Победы проехал сегодня по улицам Барнаула. В чем его уникальность, расскажем в выпуске. В День Победы в Барнауле пройдет традиционная выставка ретроавтомобилей. Какие машины будут представлены, об этом далее. Краевые награды лучшим спортсменам и тренерам по результатам прошлого года вручили сегодня в правительстве региона. Подробности через несколько минут. В Алтайском крае выделят материальную помощь военным раненым в спецоперации на Украине. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко. Получившие ранения во время спецоперации на Украине ЛНР и ДНР получат по 500 тысяч рублей в виде единовременной матпомощи. Средства будут направлены из бюджета Алтайского края. Напомню, ранее Виктор Томенко принял решение о выплате миллиона рублей семьям погибших военнослужащих в результате специальной военной операции. А я продолжу. В Барнаульском микрорайоне «Спутник» проводят реконструкцию системы водоснабжения. Там обновят 136 метров водопроводных и 114 метров канализационных сетей. Помимо этого, оборудуют два резервуара чистой воды и две артезианские скважины. Также установят насосную станцию и станцию очистки воды. Цель данного проекта, он остается также на подземных источниках, на пунктах, я уже упомянул, да, отзианских скважин, но предусматривает с собой достаточно накопителей, которые позволят обеспечить данные микрорайоны. Например, стабильные водоснабжения, а благодаря строительству водоподготовки на данных сооружениях будет обеспечена качество подаваемой воды, соответствующейся санитарным нормам и правилам. Реконструкцию планируют закончить до конца года. На работы выделили почти 138 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Трамвай Победы проехал по улицам Барнаула сегодня. Песни и частушки звучали из окон вагона. Педагоги и ученики 53-й школы в третий раз провели патриотическую акцию. С таким лозунгом на трамвайную остановку до Кучаева сегодня приехали бойцы советской армии. Сцену возвращения домой с фронта разыграли педагоги и ученики Барнаульской 53-й школы. Среди них молодой гармонист Александр Пикалов. Юноша с шести лет играет на музыкальном инструменте. В акции «Трамвай Победы» он принимает участие каждый год. Почему бы и не принять участие, ведь можно показать всем пассажирам и всем жителям города, как после войны приезжали наши братья, деды и праздновали День Победы. Сегодня в репертуаре артистов военные казачьи песни и частушки. Подпевали строки советских песен пассажиры трамвая. Победный вагон прошел по первому маршруту. Очень неожиданно, очень приятно и очень классно. Большое спасибо вам за это. Не ожидала просто. Я еду за ребенком в школу, за первоклассником. Ну, очень приятно. Проект «Домой с Победы» или «Трамвай Победы» придумала педагог 53-й школы Юлия Ушкевич. Реализовать идею помогли в Барнаульском гор-электротрансе. Такие акции, именно когда дети через себя пропустят эмоции. Одни дети, которые едут в трамвае, играют роль русского солдата, а другие дети, которые встречают их на остановках, показывают те эмоции, с которыми мирное население встречало наших бойцов с Победой. Вот именно такие акции важны в любой День Победы, в любой год. Но в этот год особенно. В этом году акцию «Трамвай Победы» провели уже в третий раз. Ее поддержали свыше 300 учителей, детей и их родителей из 11 школ города. Алина Пенигина, Роман Хайрулин. Новости. Сад памяти в честь подвига солдат в Великой Отечественной войне высадили сегодня в Заринском районе. Участником международной акции стало Тягунское лесничество. На месте наш корреспондент Анастасия Меньшакова. Анастасия, здравствуйте. Сколько новых деревьев появилось сегодня в районе? Здравствуйте, коллеги. Сегодня в Заринском районе высадили около 3000 молодых саженцев сосны. Сегодня в трех километрах от Заринска собрались 150 человек. Это волонтеры, местные жители, представители исполнительной власти, ЗАГСобрания и других организаций. Здесь высадили мемориальные деревья в честь погибших земляков в годы Великой Отечественной войны. Отмечу, что из Заринского района в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 11 тысяч человек. Половина из них пропали без вести или погибли. В этом году международная акция «Сад памяти» в Алтайском крае проходит во всех лесничествах региона. В планах высадить 830 тысяч саженцев сосны, ели и других бревесных пород. Цель акции – высадить по всей России 27 миллионов деревьев. Саженцы уже на месте, в лунках, их полили. И где-нибудь лет через 60 они будут радовать нас и превратятся в огромный-огромный лес. Коллеги передают слово в студию. Анастасия, спасибо. Будем ждать вас в редакции. В День Победы в Барнауле пройдет выставка ретроавтомобилей. Какие машины будут представлены, смотрите в сюжете Артема Тарасова. Я на такой машине начинал работать водителем. Но в то время таких приборов еще не было, как сейчас на этом автомобиле. Знакомьтесь, Виктор Алексеевич Огарь. За рулем с 1949 года. С тех же времен несменным атрибутом его образа является и шоферская кепка. Свой водительский опыт начинал именно за таким автомобилем – ЗИС-5. Сейчас с упоением разглядывает транспортное средство, на котором он обучался. Да, это родная для меня машина. Я научился на ней, как правильно ездить, как правильно за ней ходить, как ее шприцовать. Сейчас Виктор Алексеевич подсказывает мастерам, как правильно ухаживать за ретроавтомобилями. Долгое время ему приходилось заниматься снабжением транспортных предприятий. Поэтому он знаком с машинами, как никто другой. Приборы – это подсос, это зарядка аккумулятора, это температура машины, это газ поставить, держать, это руль туда-сюда, это свет туда-сюда. Вот такие дела. Среди экспонатов есть множество легендарных моделей – «Чайка», «Победа», «Москвич» и многие другие. Все они на ходу. Познакомиться с ними поближе можно будет в День Победы с 9 до 14 часов. Выставка автомобилей пройдет на парковке Барнаульского автовокзала. Артем Тарасов, Анатолий Фукс. Новости. Краевые награды лучшим спортсменам и тренерам по итогам 2021 года вручились сегодня в правительстве региона. Церемонию провели исполняющий обязанности министра спорта Алтайского края Максим Рябцев и заместитель председателя правительства региона Денис Губин. Кто-то из вас впервые будет получать эту премию, кто-то уже не первый раз в этом зале говорит о стабильности, о правильности избранных тренировок, выстроенной работы. Спасибо вам огромное и тренерам, спасибо огромное спортсменам за волю, за силу, за стойкость. Спортсменам года Краевая комиссия признала призера Олимпийских игр в Токио Сергея Каменского. Он завоевал бронзовую и серебряную медали. Спортсмену вручили приз «Олимпийская доблесть Алтайского края». Мы сейчас очень довольны тем, что наша школа пулевой стрельбы стала супер-современной, одной из лучших в Сибири. И это благодаря поддержке губернатора он очень быстро отреагировал на наши нужды, на наши просьбы. Награду вручили и наставникам алтайских спортсменов. Одной из ее обладательниц стала заслуженный тренер России Елена Соколова. В прошлом году ее воспитанники удачно показали себя на чемпионате Европы по плаванию среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. А сразу после на Паралимпийских играх в Токио, где завоевали медали, среди которых три золотых. «Лучший тренер, мне кажется, это те тренеры, которые все-таки именно поднимают малышей, которые работают на начальной подготовке. Потому что перелопатить такое количество детей и что-то начинать с них лепить, мне кажется, это колоссальный труд». Всего в правительстве Алтайского края сегодня вручили 46 наград, в том числе за игровые виды спорта. Футбольный клуб «Темп» планирует в ближайшие три года выиграть чемпионат России среди любительских команд. Об этом руководство команды сообщило на предсезонной пресс-конференции. Подробности в материале Артема Тарасова. Футбольный клуб «Темп» в этом году участвует в Кубке России. Это уже реализованная амбиция оранжево-бордовых. Когда пройдет первая встреча и с кем, пока неизвестно. Но руководство команды уже определило стратегические планы на будущее. «Основной задачей, которую мы для себя вынесли после прошлых сезонов, наверное, является победа в текущем чемпионате в Сибири. Возможно, повторение успехов в Кубке в Сибири. Но и главной целью футбольного любительского клуба «Темп» я все-таки вижу победу в чемпионате России по любителям, либо в Кубке, либо в чемпионате». На выполнение цели президент клуба отвел три года и добавил, для участия в чемпионате России прежде всего нужно стать чемпионами сибирской части первенства. В прошлом году «Темп» стал вторым. А вот в борьбе за Кубок Сибири оранжево-бордовые оказались лучшими. За это получили право выступать на всероссийском розыгрыше. Результаты неутешительные, зато опыт бесценный. «Поняли, что работать нам и работать. Посмотрели уровень любительских команд в других зонах. И очень полезная для нас была повестка с точки зрения понимания того, куда мы двигаемся и что нам нужно делать». Сейчас команда готовится к началу нового сезона. Первая игра пройдет уже в это воскресенье 8 мая. Болельщиков ждет барнаульское дерби. «Темп» встретится с молодежкой «Динамо Барнаул». «Старт чемпионата, я думаю, будет очень сложный. И у нас первый круг 10 выездных игр, 4 домашних. Поэтому очень тревожно в начале сезона. Но я не то что верю, я уверен в своих игроках и в команде». Кроме того, в чемпионате Сибири принимают участие еще 4 алтайских коллектива. «Алтай» и «Полимер» из краевой столицы, «Строитель» из Бийска и «Рубцовская торпеда». Артем Тарасов, новости. В Барнауле прошли соревнования студенческих спортивных клубов. Региональный этап был отборочным на всероссийский клубный турнир. Участники представляли вузы, которые входят в Ассоциацию студенческих спортклубов региона. Вместе они занимаются продвижением и популяризацией массового студенческого спорта. «Особенностью турнира является его комплексность. То есть команда, состоящая из 8 человек, принимает участие в пяти видах спорта. Это волейбол, кроссфит, перетягивание каната, настольный теннис и фифа». В общекомандном зачете на третьем месте расположились студенты педагогического университета. Вторыми стали представители технического вуза. Возглавила турнирную таблицу команда Медицинского университета. Именно они представят Алтайский край на всероссийском этапе. Он пройдет в Казани с 19 по 23 мая во время фестиваля Ассоциации студенческих спортклубов России. Ничто так не объединяет людей, как хорошая песня. 9 мая телеканал «Катунь-24» представит зрителю уже пятый клип проекта «Пой Алтай». Новый сезон посвящен 90-летию Роберта Рождественского. Поэт родился в селе Косиха Алтайского края. Второй клип нового сезона записан на стихи Рождественского «Песни о далекой родине». В оригинале ее поет культовый советский исполнитель Муслим Магомаев. Участие в съемках приняли шесть районов и городов Алтайского края. Шилобольхинский, Михайловский, Курьинский, Шипуновский, а также города Барнаул и Алиск. В общей сложности 20 музыкантов. Вокалисты записывали голосовые дорожки в местных домах культуры и высылали на сведение аранжировщику Андрею Вотину. Не пропустите премьеру клипа. Увидеть его можно будет 9 мая в эфирах и на сайте телеканала «Катунь-24». И к этому часу у меня все. Напомню, что больше новостей всегда можете найти на нашем официальном сайте «Катунь-24.ру», а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. И на этом я с вами пока прощаюсь. Встретимся в 20.30 и подведем итоги этого дня. Встретимся в 20.30 и подведем итоги этого дня.